Благодарю вас за то, что пригласили и за возможность выступить и поделиться собственным клиническим опытом. Моё сообщение нам будет продолжение сообщения Анны Игоревны в плане уже то, как в рутинной практике осуществляются те рекомендации, которые мы получаем от вас, и в том числе и от рекомендаций РУССКО и НССН. Почноклеточный рак занимает одно из ведущих мест заболеваемости мира среди злокачественных новообразований мочеполовой системы. И уже у 20-25% больных при первичном обращении имеет место метастатический почноклеточный рак, и в 20-30% случаев диссиминация возникает уже после хирургического лечения. По заболеваемости у нас в Республике Карелия на пределах 18-20% на 100 тысяч населения, что превышает результат данные Северо-Западного федерального округа и данные Российской Федерации. В данный анализ были включены 58% с метастатическим почноклеточным раком, которые получали лекарственное лечение в период с 2017 по 2019 год. Это те пациенты, которые получали лечение именно в дневном стационаре. Средний возраст составил 62-65 лет, преобладали при этом мужчины, диапазон от 40 до 82 лет. Распределение по стадиям. Преобладали пациенты изначально со стадии 4 и также пациенты, у которых случилось прогрессирование после радикального хирургического лечения с 1, 2, 3 стадии. При этом в среднем прогрессирование происходило спустя 4 года после радикального хирургического лечения, но диапазон был от нескольких месяцев до 10 лет. У всех пациентов был гистологически верифицирован диагноз либо за счет оперативного вмешательства, либо за счет мультифокальной биопсии. У 55 пациентов светлоклеточный почноклеточный рак, у 3 пациентов имел место папиллярный хромофобный рак. По поводу хирургического лечения. В 93% случаев пациенты были подвергнуты хирургическому лечению. При этом, если взять чисто стадию 4, то оперативное лечение все-таки им выполнялось в нашем онкодиспансере в 87% случаев. Преобладала нефректомия. Но лапароскопические операции также выполнялись в 21% случаях. По поражению преобладали поражения легких. На втором месте это кости, забрюшенные лифоузлы. И также имело место пациенты с поражением головного мозга и с поражением единственной оставшейся почки у пациента. При этом преобладала группа пациентов, у которых было поражение от 2 до 3 зон. Ну и изолированное поражение было у 25 пациентах. По поводу лекарственной терапии. В настоящее время продолжают лечение 36 пациентов. Это 60%. 22 пациента, они, к сожалению, имели место уже летальный исход. В настоящее время получают или же получили первую линию лекарственной терапии 47%. При этом завершили лечение 11 человек. То есть из 22, то есть это примерно половина пациентов, которые смогли получить только первую линию лекарственной терапии. Также есть пациенты, получающие вторую и третью линию. Что же касается лекарственной терапии. Естественно, мы свою тактику лекарственную на основе рекомендаций НССН строим. Но в клинической практике, рутинной практике нам все-таки ближе рекомендации русско. И вся наша лекарственная тактика настроится на то, было ли предшествующее лечение у пациента. Далее от зависимости прогноза. И если было предшествующее лечение, то какое это были цитокины или же антиагенная терапия. И как это реализуется у нас на ужина практики рутинной. В качестве первой линии преобладают у нас все-таки интерфероны. Но это связано с тем, что все-таки в качестве анализа была взята группа пациентов с 2017 по 2019 год. На втором месте пазапониб, сунитиниб, также применялся сарафиниб и темсиролимус. Как же это сочетается с рекомендацией русско 2019 года? В качестве терапии первой линии при благоприятном прогнозе целесообразно использовать препараты сунитиниб, пазапониб в качестве альтернативы бивоцезумаб и интерферон. Но уже лидирует позиция комбинации ксетиниб и пембролизумаб. Но данная комбинация у нас еще в рутинной практике не реализована. При промежуточном неблагоприятном прогнозе, опять же, это комбинация неволумаба и пилиумаба, ксетиниба, пембролизумаба или же препарат камбазотениб, что также в нашей рутинной клинической практике не применяется. В качестве неблагоприятного прогноза возможна альтернатива темсиролимус. И данная опция в качестве первой линии, она в нашей рутинной практике применяется. И в качестве разбора клинические случаи пациента 70 лет, имеющие заболевание правой почки стадии 4 с поражением легких и опухолевым тромбом нижней полой вены. Пациенту была выполнена нефрактомия справа, стромбоктомия из нижней полой вены. Гистологически это светлоклеточный почечный, клеточный карцинома, низкодифференцированная, с врастанием околопочечной клетчатки, с опухолевым тромбом нижней полой вены. На момент определения тактики лекарственной статус пациентки составлял 2 балла, по шкале Корновского 70%, анемия, повышение ЛДГ. И данный случай предлагается для голосования, для определения, наиболее предпочтительный вариант в данной ситуации. Что бы вы могли бы выбрать, прошу запустить голосование. Это сунитениб, пазапониб, комбинация бевоцезумаба с интерфероном, неволумаб с эпилюмабом, оксетениб с пембролизумабом или монотерапия тамсиролимусом. Голосование. Куда я ушла? Так, и в качестве, это уже результаты голосования, то есть в качестве терапии первой линии преобладает оксетениб, прошу прощения. Я уложилась, да. Да, запустите. Будьте добры, помогите предпоследние слайды вернуть. Самое интересное. Так, а результаты голосования, если можно их вернуть. То есть у нас преобладает по результату голосования комбинация оксетнима, пембролизумаба. Что же оказалось у нас в нашей рутинной практике? Как мы рассуждали, то есть у пациентки не было предшествующего лечения, относилось на группе неблагоприятного прогноза, и поэтому в качестве возможной на данный момент альтернативы это была монотерапия тамсиролимуса. Поэтому у пациентки было начато лечение в августе. На сегодняшний момент проведено 12 циклов с удовлетворительной переносимостью оценки. Результаты была проведена после 9 цикла. И по результату компетентной томографии у пациентки положительная динамика в виде уменьшения размера метастатических очагов легких с 25 мм до 10, улучшение вентиляции справа, ранее был от алектаз переднего субсегмента третьего сегмента справа. Таким образом был достигнут частичный ответ лечения, и лечение было продолжено до сегодняшнего дня. Что касается второй линии. По нашим данным преобладают препараты ингибиторов тирозинкинас, это пазапониб, сунетиниб. На втором месте ниволумаб, также применяется сарафиниб и эверолимус. Как же это соотносится с теми рекомендациями, которые мы имеем на сегодняшний день? Действительно, по рекомендации Русска 2019 года, если пациент получал интерфероны с бевоцезумабом, то мы можем рекомендовать ингибиторы тирозинкинас, это оксетиниб, пазапониб, или же альтернативный режим сунетиниб у отдельных пациентов сарафиниб, что в принципе соответствует нашей рутинной практике. Но в случае прогрессирования после терапии ингибиторов тирозинкинас предпочтительный вариант ниволумаб, кабазотиниб, альтернативным вариантом также может быть оксетиниб, линвотиниб у отдельных пациентов и эверолимус. В принципе, если посмотреть на данные, наши результаты, то применяются практически все возможные опции в качестве второй линии, за исключением таких комбинаций, как оксетиниб, линвотиниб с эверолимусом. В качестве третьей линии, в принципе, здесь уже весь возможный спектр тех рекомендаций, которые мы имеем. То есть мы применяем действительную схему линвотиниб с эверолимусом, ниволумаб, сетиниб, монотерапия эверолимусом, темсеролимус и так далее. И в качестве клинического случая также это пациент 69 лет, имеющий рак левой почки стадии 4 с метастазами в легкие забрешенные лимфоузлы. Пациенту была выполнена лаброскопическая нефректомия, гистологическая, это светлоклеточная, почечная, клеточная карцинома. На момент определения тактики у пациента ЭКОК 1 балл, по шкале Корновского 90%, все нормальные лабораторные показатели. Пациент обсуждался консельами, в качестве терапии первой линии были рекомендованы интерферон с биоцезумабом. Это был 2017 год. Пациент получал лечение первой терапии первой линии в течение 4 месяцев, но уже по результату компьютерной томографии от 5 февраля у пациента прогрессирование в виде роста контрольных очков более чем на 30%. Пациент повторно обсуждается на консельами, рекомендуется терапия второй линии паза по НИПам. Лечение получает практически на протяжении полутора лет с неплохой переносимостью, но спустя 4 месяца у пациента развелись побочные эффекты в виде энтеропатии, слабостью первой и второй степени, в связи с чем была выполнена редукция дозы паза по НИПам до 400 мг в сутки. Наилучшим результатом была стабилизация, но прогрессирование произошло 3 июня по результату компьютерной томографии в виде роста контрольных метастатических очагов более чем на 30%, появлением от электаза средней доли справа и умеренного гидротуракса справа. И данная ситуация также выносится на голосование, как бы вы поступили, какой бы вы препарат выбрали для третьей линии метастатического почвенно-клеточного рака, НИВАЛУМА, ПАКСИТИНИБ, ЛИНВАТИНИБ с ЭВИРОЛИМУСом, КАБАЗАТИНИБ или же ЭВИРОЛИМУС. Так, на голосование. НИВАЛУМА, ПАКСИТИНИБ, Что же сделали мы? Опять же, наше время, так как это антиогенная терапия была у пациента, поэтому выбрали НИВАЛУМА. Пациент, начиная терапию с 6 июня, проведено 13 циклов, хорошая переносимость, результат был оценен после 6 цикла, и по результату у нас положительная динамика, достигнут частичный ответ. В настоящее лечение пациент продолжает. И в заключении, терапевтические возможности лечения метастатического почвенно-клеточного рака постоянно увеличиваются, благодаря разработке и внедрению новых лекарственных препаратов. Это позволяет нам повысить и эффективность лечения, благодаря именно последовательному применению нескольких линий терапии. Спасибо за внимание.